С именем Аллаха, Милостивого, Милующего, Мир и Благословения Посланнику Аллаха. Всевышний Аллах, Господь миров, пожелал, чтобы нечестивцы совершали ужасные, дискредитирующие их преступления, которые разоблачали бы их ложь и снимали с их лица омерзительную маску лицемерия. Израиль нанес ракетный удар по больнице Аляхли в секторе Газа. По причине этого удара погибло большое количество людей, по меньшей мере тысячи гражданских лиц, и возможно затем выяснится, что погибло куда больше людей. Это преступление, которое никогда и никаким образом невозможно оправдать. Что может сказать Израиль в своё оправдание? Как он может оправдать то, что зверски уничтожил огромное количество женщин, детей, стариков, тяжелобольных и людей, которые искали спасения от непрекращающихся ракетных ударов в городе? Что он может сказать? Ничего. Оправдать это нельзя ничем. В исламе, если мусульмане ведут войну, они никогда не делают гражданских лиц целью своих нападений. Напротив, защита гражданских является одним из основных приоритетов ведения войны в исламе. Военачальники исламской армии должны следить, чтобы никто во время военных действий не трогал женщин, детей, стариков или больных людей. Даже здоровых мужчин, которые не хотят сражаться, также нельзя трогать. Всё это доказывается текстами из Пречистой Сунны Пророка, миром и благословения Аллаха. Имам Мусным да помилует его Аллах, передал от Бурайды да будет доволен им Аллах, как тот сказал. Когда посланник Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, выбирал командующего для какого-нибудь военного отряда, он непременно наказывал страшиться Аллаха во всех делах и хорошо относиться к мусульманам. Затем он говорил, начинайте сражение с именем Аллаха и с намерением быть на пути Аллаха. Сражайтесь с теми, кто отказался уверовать в Аллаха. Сражайтесь, но не поступайте вероломно, не присваивайте военную добычу до раздела, не уродуйте убитых и не убивайте детей. В другом ревайте, также не убивайте стариков, женщин и тех, кто прячется от сражения в своих кельях. Все это категории людей, против которых запретил воевать пророк да благословит его Аллах и приветствует. А ведь он сам был главнокомандующим всей исламской армии в то время. Такова наша стратегия ведения войны. И это не просто теория без практики или отрывок из древних книг по фикху. Нет, ведь пророк да благословит его Аллах и приветствует, на своем примере показывал, как нужно вести войну. Он не раз практиковал эту стратегию в своих сражениях против многобожников, и сообщается, что он очень сильно гневался, если кто-либо из его сподвижников нарушал эти правила. Гневался, даже если по причине кого-то была убита одна единственная женщина. Что сделал пророк да благословит его Аллах и приветствует, когда завоевал Мекку и вошел в город победителем? После 21 года издевательств, пыток, военной агрессии, изгнания, после многочисленных потерь среди своих друзей и родственников, после битв при Бадре и Ухуде и множества других трудностей и испытаний. Что он сделал, войдя в город к тем, кто создавал для него все эти проблемы? Пророк да благословит его Аллах и приветствует, обещал жителям Мекки перед своим завоеванием города. Кто бросит оружие, тот в безопасности. Кто войдет в дом Абу-Суфьяна, тот в безопасности. Кто закроется у себя дома, тот также будет в безопасности. Не было им нужды искать, где бы им спрятаться. Им не нужно было прятаться в больнице, в надежде, что их там не тронут. Такова стратегия войны, продиктованная нам Всевышним Аллахом. И такова разница между стратегией, неспосланной свыше, и стратегией, изобретенной неверующими. Разница между стратегией ислама и стратегиями, которые придумали люди. Запад сейчас отрицает, что ракетный удар по больнице Аллахли был нанесен иудеями. В своем отрицании они прибегают к низким и подлым уловкам. Почему же так? Потому что история Запада построена на вот таких подлостях. История эта пропитана кровожадностью и зверствами. То, что случилось с больницей сектора Газа, случалось сотни раз, тысячи раз в истории западных стран. Все это – результаты одного и того же мерзкого порядка. Не будем далеко ходить. Давайте вспомним некоторые случаи из истории самой Палестины. Что стало с Палестиной, когда крестоносцы из Запада, из Европы вошли в ее земли? Я вам прочту некоторые заметки одного из участников крестовых походов против Иерусалима. Это американский историк, представитель в кавычках «цивилизованного мира», если можно это так назвать. Историк, который лично участвовал в завоевании Святой Земли. Он пишет, «Я стал свидетелем удивительных событий. Когда они вошли в город и стали истреблять гражданских, часть которых пряталась в мечети Алякса, он пишет, было убито огромное количество жителей города. Кто-то был повержен стрелами, других скидывали с башен, других связывали, несколько дней подвергали пыткам, а затем сжигали заживо. Все это – свидетельство одного из крестоносцев, который участвовал в этой резне. Это не рассказ кого-либо из мусульман. Он продолжает, «Ты бы мог увидеть на улицах кучи частей тела, оторванные головы, руки и ноги. И куда бы ты ни пошел, тебе пришлось бы пробираться через трупы людей и лошадей». Во время этого сражения было убито, по свидетельствам историков, от 70 до 100 тысяч человек. Для них это было обыденностью. Нам сейчас в новостях говорят о тысяче убитых из-за ракетных ударов. Тогда умерло около 70 или 100 тысяч человек, согласно различным историческим источникам. И такое количество убитых не было только в Иерусалиме. Они поступали так каждый раз, когда врывались в города и села. Такие зверства они творили в Антакии, в Триполи и в множестве других городов. Посмотрим, что пишет еще один историк. На этот раз французский историк и социолог Гюстав Лебон в своей знаменитой книге «История арабской цивилизации» после рассказа о резне, которую устроили крестоносцы в Иерусалиме, он пишет, Таким же образом поступали крестоносцы и в других городах мусульман, которые они захватывали. Например, Мааррет-эн-Нумани. Они убили всех мусульман, которые прятались в мечетях города. Все то же самое. Все то же самое, что происходит сегодня. Просто тогда убивали мечами и стрелами. Сейчас же наносят ракетные удары. Историк продолжает. Они резали направо и налево, и в итоге убито было порядка ста тысяч человек. Это свидетельство западных историков о том, какие ужасные чистки устраивали крестоносцы в мусульманских городах. Вспомните, какие зверства творили крестоносцы в Андалусии. Тогда крестоносцы из Испании и Португалии напали на мусульман в Андалусии. Давайте с древней истории переключимся на относительно недавнюю историю. Вспомните, что французы делали в Алжире. Вспомните, что русские делали в Афганистане или в Чечне. Почитайте, какие преступления совершали Сталин и Ленин. Какие омерзительные преступления они творили, о которых даже думать страшно. Вспомните, что сербы творили в Боснии. Как китайцы притесняли и притесняют до сих пор уйгуров. Все это стратегии и законы, придуманные неверующими. И вот теперь мы видим, как они отрицают то, что притеснители и тираны. Их история говорит об обратном. Вспомните, как западные страны поступали друг с другом. Что случилось с коренными жителями Америки, когда Испания и Португалий начали свои военные экспедиции в этот материк. Они уничтожили большинство жителей. Некоторых они уничтожали целыми племенами. Других принуждали принять католическую веру. Вспомните Вторую мировую войну, когда между собой воевали так называемые цивилизованные страны. В этой войне участвовало 61 государство, то есть около 80% общего числа людей, проживавших на планете. Было мобилизовано около 120 миллионов человек. Если пожелает Аллах, скоро мы подготовим отдельный ролик и о Второй мировой, и ее результатах. 120 миллионов мобилизованных. А сколько было жертв этой войны? Общие потери по разным оценкам составляют от 50 до 80 миллионов погибших, с учетом военных и гражданских. Просто представьте себе эту огромную цифру убитых людей. Обыденность для них. Немцы тогда обстреливали Лондон в течение 57 дней подряд, обстреливали Францию и другие города и страны. Союзные войска напали на Дрезден, напали на Токио, Хиросиму и Нагасаки. И в результате этих нападений было убито огромное количество гражданских. Вот это, братья и сестры, порядок, который создали эти неверующие. Правила войны, к которым они привыкли, гуманность и цивилизация, лишь красивые слова лицемерных политиков. Все они говорят, нужна человечность, нужно защищать женщин и детей и тому прочее, но все это лишь слова. Что удивительно, Россия сегодня осудила Израиль и призвала уладить все миром. Россия, которая вела самые страшные нечеловеческие войны. Если почитаете историю этого государства, то увидите, какими кровожадными они были. Все они говорят и говорят. Запад говорит о человеческих ценностях, о гуманности, о свободе, двуличии и ничего больше. Исламские законы, законы шариата не сравнятся ни с одним законом в этом мире. Шариат – это самый справедливый закон. Однако, к великому сожалению, умма мусульман сегодня в упадке. Мы должны проанализировать те десятилетия упадка и унижения, что пережила эта умма. Можно сказать, даже столетия. Ведь к краху мы пришли не за один год. Все это – результат 200 или даже 300-летней слабости. Всем нам нужно пересмотреть нашу историю. Нужно вернуться к Аллаху. Нужно крепко схватиться за нашу религию. Нужно сплотиться между собой, объединиться. Ведь сейчас умма разобщена. Внутренние противоречия, борьба за власть, за влияние, любовь к мирскому. Все это привело к еще большему упадку. Мусульмане сегодня надеются и ждут помощи, содействия от других. Они прибегают к помощи и советам неверующих. Как можно при таком положении выйти из упадка и объединиться? Невозможны. Поэтому мусульмане должны вернуться к Аллаху и наконец-то обратить внимание на то, в каком слабом положении они находятся. И сделать все возможное, чтобы изменить свое положение к лучшему. И тогда, видя наше стремление и труд, Аллах возвысит наше положение и окажет поддержку. И хочется сказать в конце, что нынешние события в мире показывают нам, какая великая разница между небесным законом и законом, который придумали люди. И да покажет нам Аллах верный путь, который выведет нас к победе. Просим Аллаха, чтобы он возвеличил ислам и мусульман. Пока продолжает существовать это видео на просторах интернета, те, кто стали причиной выхода этого видео, будут получать непрерывное вознаграждение. Ансар Медиа дает возможность своим подписчикам поучаствовать в благом и совершать садака Тульджария, которая покроет расходы на переводы видео, озвучку и нужды канала. Аллах увеличивает награду, кому пожелает. Аллах объемлющий, знающий.